Девочки, привет, привет всем! Меня зовут Светлана, я рада всех поприветствовать у себя на канале. Сегодня я хотела бы рассказать о своем мнении о масках Freeman. Если вам интересно мое мнение, пожалуйста, оставайтесь на меня смотреть. Маски Freeman я заказывала еще в сентябре месяце и даже не рассказывала про них в своих покупках, потому что я решила попробовать их основательно хорошо и тогда уже снять отдельное видео. Но так как масок у меня огромное множество, я снимала две части от своих масок. Если вам интересно, то, пожалуйста, пройдите по ссылочкам, посмотрите. И поэтому, ну, хотелось мне все равно попробовать маски Freeman всем известные. У нас они не продаются в городе, в Литуале даже тоже нету. Вот, поэтому я не пришлось их заказывать через магазин Озон, на котором я никогда раньше не делала заказов, но тут увидела рекламу, что есть там. И мне, кстати, понравилось, что там идет бесплатная доставка, если ты закажешь, оплатишь по карте. В то время, когда я заказывала, там, я не знаю, как сейчас, я оплачивала картой и от 1000 рублей получалась бесплатная доставка. И к тому же присылают не на почту, как все посылки, а на пункт выдачи. Пункт выдачи у нас в городе есть, я об этом знала. Вот, и поэтому заказала на пункт выдачи. Очень удобно приходишь, они присылают смс, что ваш заказ прибыл. И я пришла за ним, мне просто выдали, и все. В принципе, быстро, удобно, и пришел, кстати, очень-очень быстро. За неделю они доставили. Итак, что я взяла? Значит, у меня пришел в таком вот пакете, в таком вот пакете Озон. Вот, я заказала только маски Прима, ну и еще там просто. Заказала я три большие маски. Самые популярные, наверное, такие вот три большие маски и два пробника. Ну, начну по порядку. Маска, которая меня, наверное, больше всего порадовала, это маска с овсяной савокадо и овсяной мукой. То есть, вот здесь 150 миллилитров. Стоила она в этом магазине, длини, 240 рублей. Кстати, у всех масок разная цена почему-то в этом магазине, не знаю почему. Вот, ну, что-то будешь делать. Все знают ее глиняную консистенцию, вот такую вот. Светло-зеленый цвет, глиняная консистенция, так как в ее составе глина, то, естественно, она вот с таким вот... Состав у нее тут заклеен почему-то. Зараз заклеен, видите. Итак, что я хочу рассказать про эту маску. Значит, мне понравился у нее приятный аромат. Аромат именно авокадо вот это вот. И приятная глиняная текстура, такого мягкого цвета. Мне понравилось, что она не щипет глаза. Хотя большинство масок мне как раз-таки щипят глаза, потому что они у меня чувствительные. Вот, я ее держу на лице 15 минут. Она застывает благоприятно. Вернее, она быстро застывает. И, в принципе, эффект от нее довольно заметный. Она действительно очищает поры. Низколько осветляет черные точки. Полностью, конечно, не избавляет, потому что мои черные точки сидят очень глубоко. Я не могу их ничем достать отсюда. Вот. Но если нанести на распаренное лицо, как-то я пробовала нанести после ванны горячей, то эффект, конечно, действительно лучше. И черные точки практически, ну, очень хорошо очищаются. Вот. Кожа приобретает такой более свежий вид. И если есть какие-нибудь высыпания на лице, то она их подсушивает, подсушивает и делает менее заметным. Вот. И, конечно, не может не радовать то, что у нее большой объем. И она довольно экономичная. Использовала я ее, наверное, уже раз, ну, раз 6, наверное. И она у меня практически полная еще. Вот. Вот такая вот масочка, в принципе, она меня очень порадовала. Одна из лучших масок, я считаю, у Фрима. Так, вторая всем известная маска. Это вот такая маска шоколад и клубника. Тоже всем известная. 150 мл, опять же, в ней. И стоила она в этом магазине на 280 рублей. Это, получается, самая дорогая маска из всех. В этом магазине почему-то именно. Ну, конечно, хотелось мне попробовать ее. Слышала я о том, что, как бы, отзывы о ней не очень хорошие. Потому что эффекта особо нет. Ну, хотелось мне попробовать вот этот шоколадно-клубничный аромат понюхать. Узнать, как она вообще ароматная эта шоколадная масочка. Ну, она меня, конечно, так же несколько разочаровала. И, ну, хотя многого я от нее особо не ждала. Цвет у нее вот такой вот... Цвет какао. И пахнет она так же молочным какао. От клубники я в ней не чувствую совершенно. Текстура у меня довольно приятная. Действительно, такого нежного молочного шоколада. И по аромату, и по консистенции она напоминает шоколад. Вот. На втором месте мне понравилось, что у нее идет уже глина. То есть, это тоже с маской глиной. Вот. Держу я ее на лице обычно минут 15-20. Она высыхает так же быстро. И периодически сбрызгиваю термальной водой. Вот. Ощущает она кожу, в принципе, неплохо. Но она мне почему-то... От нее у меня почему-то слезятся глаза. Не знаю, почему. От авокадо не слезятся, а от клубничной маски почему-то слезятся. Но она как бы особо не питает кожу. Не сказала бы я, что она особо ее увлажняет. Хотя написано, что обогащенная стратами клубники и какао, она должна выравнивать лицо, цвет лица и сужать поры. Вот. Также в ее состав входит масло ши, которая оказывает антиоксидантное действие, глубоко питает и увлажняет кожу, написано. Вот. Но я не увидела особого питания или увлажнения от нее какого-то. Ну, может слегка ощущает лицо. Как-то улучшает цвет лица, может быть, немного. Но... Из-за того, что слезаются глаза, у меня к ней рука почему-то не тянется. Хотя ароматы, консистенция приятные. Вроде бы все. Ну... Вот эта вот мне маска не очень понравилась. Поэтому советовать я ее не буду. Так. Третья маска, которая... В общем, она не питает особо кожу. И это просто чисто какое-то баловство. Ну, просто аромат приятный. Какая-то ароматерапия получается. И все. Так. Третья маска, которая меня, в общем-то, порадовала. Это очищающая маска с ананасом, с энзимами. В ней также 150 миллилитров. Значит, эта маска стоила 275 рублей. Вот. И у нее уже гелевая консистенция. В отличие от предыдущих глиняных масок у нее вот такая вот гелевая консистенция. И она очень-очень приятно пахнет ананасиком. Вот. Она полупрозрачная, бледно-желтого цвета, гелевая текстура. Вот. И я ее также оставляю на минут 15-20 на лице. И легко массажирую потом. Результат мне нравится. Мне нравится, что лицо после нее становится более такое свежее, более приятное, посвежевшее. Хорошо очищает лицо, сужает поры. Но, как бы, не сильно их очищает. Просто слегка сужает. Вот. Она не пересушивает кожу. Но, значит, эта маска идет с фруктовыми кислотами и с экстрактом ромашки. Вот. Благодаря тому, что в ней содержится фруктовый кислот, идет, как бы, немного энзимный пилинг, так скажем. Вот. Но я бы не советовала ее для людей, у которых чувствительная кожа лица. То есть, может быть, какие-то... Какая-то аллергия даже может быть. Вот. Поэтому быть внимательнее нужно. Но мне нравится кожа после нее на ощупь. Она такая нежная, очень приятная. И такая, как бы, шелковистая. Вот. Поэтому масочка меня это очень порадовала. И пользуюсь ей с удовольствием. Кстати, я ее пользуюсь больше всех. У меня здесь уже вот так вот нет. Вот. Почему-то она мне даже больше... Наверное, из всех масок, которые я попробовала, мне эта маска понравилась больше всех. Вот. Поэтому масочку эту я могу с удовольствием посоветовать. Вот эти были полноразмерные мои масочки. И вот. Две маски-пробники взяла. Эта маска была с ягодами Годжи и с огурцом кукумбер. Вот это всеизвестное. А вот. Значит, начну с огурца. Эти пробники, кстати, стоили на Азоне. Стоили они... Эта вот стоила 70 рублей. А та стоила 69. Ну, в общем, по 70 рублей вот эти пробники. Не знаю, сколько они у вас в магазинах стоят, у кого они продаются. У нас в магазине в Азоне они стоят 70 рублей. В принципе, тоже не дешево. Как бы за пробник, который я использовала всего два раза. И то один раз использовала, естественно, она открылась. И здесь уже все начало засыхать. Все эти гелевая текстура маски, естественно, она засыхает. И поэтому на два раза как бы ее растянула. Но пришлось пользоваться, то есть через день. На следующий день, чтобы она совсем не высохла. Вот. Не очень удобно, конечно, такая форма пробника. Не знаю, как там можно попробовать сделать что-то другое, чтобы закрывался этот пробник. Потому что неудобно, неудобно, конечно. В общем, это освежающая маска с огурцом. Это маска-пленка. Она призвана очищать кожу, обновлять, выравнивать, сделать шелковистой. Здесь содержит натуральный экстракт огурца, алоэ, сочетание с маслом шим, которое призвано увлажнять и отбеливать кожу. Вот эта маска, в принципе, мне тоже понравилась. Значит, не ее хватило на два раза, как я сказала. Она гелевая, маска-пленка, она очень-очень густая. Я, честно говоря, еле оттуда выдавила. Такого светло-зеленого оттенка. И наносить ее за счет того, что она очень густая, довольно сложно. Вот. Высыхает она довольно быстро и снимается, в принципе, одним целым куском. Вот. Кожа после нее гладкая, подтянутая и приятная на ощупь. Мне кажется, что она подойдет хорошо для того, чтобы освежиться перед какой-нибудь важной встречей, например, вечером, перед выходом. Вот. Она хорошо, в принципе, освежает лицо. Ну, в принципе, маска неплохая. Вот это вот, возможно, я возьму когда-нибудь себе полы в размере. Понравилась мне она, в принципе. Вот. И второй промничек. Это маска для интенсивного увлажнения с экстрактами ягоды Годжи. Значит, она подходит для обезвоженной и тусклой кожи, чтобы питать, увлажнять и проникать в глубокие слои кожи. Значит, мне ее также хватило на два раза. С ней, в принципе, было легче, потому что она гелевая текстура у нее. Это не маска-пленка. Она похожа по текстуре на маску с ананасом. Имеется уже приятный ягодный аромат. Очень такой натуральный, не химический. Вот. Она не растекается и немного стягивает кожу. Ну, как бы, особого эффекта я от нее, честно говоря, не увидела. Ну, да, немного освежает. Как бы, кожа становится приятной на ощупь, более приятного цвета, так скажем. Но на этом, как бы, и все. Вот. Поэтому вот эту маску про полноразмерную версию я брать точно не буду. Потому что, возможно, она больше подойдет для более сухой кожи. У меня кожа не сухая, а летом смешанного типа, зимой нормальная. У меня вот. Поэтому она мне, как бы, особо не подходит. Ну, в принципе, некоторым я слышала и нравится эта маска. Мне она не очень понравилась. Вот. Вот такой вот был у меня заказик в магазине Азор. И еще там же я взяла попробовать вот такие вот очищающие полоски для носа от Сетуя. Антибактериальный эффект угольный, который у нас. Они также почему-то не предоставлены в городе нигде. Неплохие полоски. Ну, честно говоря, ожидала я большего также от них. Потому что все равно они полностью черных точек, конечно, не вычищают. Или из-за того, что они у меня очень глубоко сидят. И я их оттуда никак не могу вытащить. Пробовала я и на распаренное лицо. Все равно никак они не вытаскиваются до конца. Вот. И даже моей маленькой дочке, у которой эти черные точки только начали появляться на носу, тоже особо не все они вычищаются у нее. Не знаю, то ли я что-то не так делаю. Хотя я увлажняю перед этим носом. И все по инструкции. Ну, что-то как-то не знаю. Хотя вот Сетуя пробовала наступать от пропеллера. Вот я пробовала пропеллер. Мне вообще не понравились. Вообще не понравились. Эти более-менее получше. Там хоть какую-то часть они вычищают черных точек. Но, естественно, не так, чтобы прям много. А только может процентов 50 максимум. И все. Вот. Вот такое было мое мнение о масках Freeman. Еще раз повторюсь, что больше всех мне понравилась вот эта масочка с ананасом. И вот эта маска с авокадо. А остальные маски не особо меня вдохновили, так скажем. Поэтому вот эту масочку могу посоветовать. Ну, спасибо всем за внимание. Надеюсь, я вам оказалась чем-то полезным. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.